Дирижабль-разведчик, униформа следующего поколения и особый рацион питания. Всё это поможет Росгвардии обеспечивать порядок и безопасность на Чемпионате мира по футболу. Товарищеский матч «Россия-Бразилия» стал контрольным испытанием не только для наших футболистов перед Чемпионатом мира, но и для подразделений Национальной Гвардии. Задача на таких мероприятиях не из лёгких. От метро до трибун стадиона «Лужники» 65 тысяч зрителей должны пройти быстро и беспрепятственно. При этом каждого нужно досмотреть и помочь сориентироваться, если возникли трудности. С пониманием отношусь к тому, что много полицейских досмотрят. Я вот, например, был на Московской Олимпиаде, там тоже было очень много милиционеров и службы безопасности. Нужно себя настроить, человеку, на положительные эмоции. К Чемпионату гвардейцы готовят целый ряд новинок. Многие из них, конечно, секретные, но о некоторых нам всё-таки удалось узнать. К примеру, при помощи этого аэростата сотрудники следят за обстановкой с высоты 100 метров. Камера сверхвысокого разрешения одновременно контролирует перемещение сотен людей. Мы видим, где бегущий человек, куда бежит, скорректируем, куда бежит, в каком направлении, чтобы перехватили, остановили. На земле такие задачи выполняют пешие патрулии. Они контролируют ситуацию по всей территории стадиона. На матче в «Лужниках» они тоже опробовали новинку — униформу следующего поколения. Палитра на камуфляже с довольно мирным названием «Мох» подобрана так, чтобы сгладить границы и обеспечивать плавный переход от одного цвета к другому. Первое впечатление очень даже положительное о форме. Во-первых, удобное, движение совсем не сковывает. Удобство и сохранение тепла — главные требования к униформе, ведь гвардейцы несут службу на улице при любых погодных условиях. К примеру, на матч с Бразилией они прибыли за 7 часов до появления первого болельщика, а покинули территорию глубокой ночью. Бойцов всё это время обеспечивают всем необходимым. Прежде всего, горячим питанием. Меню к соревнованиям тоже доработали. Во время чемпионата мира по футболу питаться сотрудники военнослужащей Росгвардии будут плотно и со вкусом. Так, что у нас в рационе сегодня? Это гороховый суп, гречневая каша, котлеты из говядины, винегрет, яблоко. Так, попробуем. Ммм, вкусно! Игра закончена, зрители потянулись к выходу. Для наших футболистов, уступивших бразильцам, тестовый матч прошёл далеко не так успешно, как для сотрудников Росгвардии. За весь день ни одной нештатной ситуации. Я очень доволен. Войска в своей части вместе с нашими коллегами эту задачу выполнили. То, что мы хотели, мы отработали. До старта чемпионата остаются меньше трёх месяцев. Но можно с уверенностью сказать, что безопасность болельщиков, команд и делегаций со всего мира находится в надёжных руках. Вот этих людей, сотрудников Национальной гвардии России.